Переработчики зерна из Кустанайской области выступили против решения Министерства торговли и интеграции о включении муки в перечень биржевых товаров. С 1 июля любую сделку по продаже этого продукта объемом больше 60 тонн должны будут регистрировать с вытекающей уплатой комиссионных сборов брокера. Как считает Мукамола, такое нововведение совсем задушит и без того идущий на спад экспорт. В последние годы кустанайские переработчики зерна потеряли сразу два крупных рынка – Узбекистан и Таджикистан. Эти страны ограничили приток казахстанской муки, повысив НДС на 18%. На зерно применили нулевую ставку. Соседи стали покупать больше высококлассного зерна и развивать свои мельничные комплексы. Мукамолы боятся потерять своего единственного крупного покупателя – Афганистан. Решение Минторга о включении хлебопекарного продукта в перечень биржевых товаров – это очередная подножка мельницы, говорят переработчики зерна. Если это произойдет, то товар автоматически подорожает и уже не сможет конкурировать на рынке с тем же Узбекистаном, который предлагает муку из того же казахстанского сырья. И это лишь одна из причин. Самое банальное в том, что у нынешнего крупного потребителя просто нет технических возможностей, чтобы участвовать в биржевых торгах. Производители муки с коллективным заявлением обратились в палату предпринимателей. Они ратуют на отмену решения Минторга и просят помощи в развитии отрасли. Сейчас мукамольные предприятия региона работают в полсилы. Своё обращение мукамола региона направили в Министерство торговли и готовят совместный с палатой предпринимателей письмо на имя президента. Получается, что у нас был рынок Средней Азии и на сегодняшний день мы потихоньку его теряем. Ситуация накаляется постепенно и получается, что в мировой практике тоже нет, чтобы мука входила в биржевые товары. Мы сейчас бьёмся за то, чтобы отменить эту меру полностью. В Шемкенте водители общественного транспорта устроили забастовку и не вышли в рейс утром. Сотрудники крупной компании, обслуживающей 22 маршрута, требовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Такая акция протеста буквально парализовала на несколько часов жизнь в городе. С коллективом пришлось встречаться Акиму города. Он попытался вразумить возмущённых, ведь на остановках в ожидании транспорта остались сотни людей. Многие, так и не дождавшись автобуса, вынуждены были добираться на такси. В результате диалога многие сотрудники вернулись на линию. В управлении транспорта говорят, что водители лишили чёрного нала. Отсюда и возмущение. В мегаполисе внедрили электронную оплату проезда. С 1 февраля, в случае сбоя платёжной системы, пассажир едет бесплатно. Это уже не первый раз, когда перевозчики срывают график работы общественного транспорта. Однако расторгнуть договор с компанией в Акимате не планируют. Обслуживать маршрут и будет некому. Требования водители сейчас рассматривают работодатель. Просили некоторых наших активистов, наших своих сотрудников, чтобы они день провели на автобусе, сколько оборот составляет одного маршрута и так далее, сколько дохода будет составлять. Ну, мы увидели, что есть определённое, по сравнению с тем, что проходит через систему электронной оплаты проезда, и то, что поступает в карманы водителя, и мы сразу увидели, что имеется большая разница. Порядка 10-15 тысяч рублей, ну, бывает и больше. В день? В день. Глава правительства России Михаил Мишустин пообещал помочь решить жилищный вопрос жителям пострадавшего от взрыва газа дома в Элисте. Об этом премьер-министр заявил во время рабочей поездки в Калмыкию. В девятиэтажном жилом доме во втором микрорайоне Элисты 26 февраля 2020 года произошёл взрыв газовоздушной смеси. Власти по итогам экспертизы вынесли заключение об аварийном состоянии строительных конструкций двух из четырёх подъездов дома. В итоге 54 квартиры были признаны непригодными для проживания. Администрация Элисты пострадавшим семьям возмещает расходы за аренду временного жилья. Глава Калмыкии принял решение о строительстве нового многоквартирного жилого дома. Работы начнутся весной. На эти цели будут направлены 178 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. Мы с Батой Сергеевичем сейчас решим, я надеюсь, что мы найдём способ. Тут же вопрос будет жилищных сертификатов, либо дом строить. Нам надо с людьми поговорить, определиться и примем решение. Мы эту ситуацию не оставим, я увидел. 5 тысяч тонн рыбы в год для Кыргызстана, который не имеет выхода к морю – это рекордная цифра. Выращивают в основном радужную форель, больше половины отправляют на экспорт. В Кыргызстане идеальные условия для выращивания форели, говорят специалисты. Взрослых особей чистят, замораживают и упаковывают. В фермерском хозяйстве сразу ориентировались на экспорт. Жители Кыргызстана к рыбным блюдам только привыкают, пока предпочитают мясо. Главные импортеры России – Казахстан. За три года количество рыбных хозяйств республики увеличилось в два раза. Больше всего их на севере – в Чуйской и Сыкульской областях. Чуть уступает Жалалабадская, хотя именно там протекает главная водная артерия страны – река Нарын. И очень много мелких рек. Только за год экспорт рыбы удалось увеличить на треть. В планах наращивать производство. Главное был бы спрос, говорят в департаменте рыбного хозяйства. Потенциал водоемов большой, можно выращивать до 200 тонн рыбы в год. За три года Кыргызстан нарастил экспорт рыбы в 10 раз. На сегодняшний момент по Кыргызской республике в целом более сотен хозяйств, ну как мелкие, так и средние есть, и довольно крупные есть, которые как в садковых условиях, так и в бассейнах, и в прудах выращивают радужную форель. На сегодняшний момент показатели довольно радуют нас. В Беларуси изменили ставки НДС на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. В некоторых аптеках цены уже поползли вверх. Что предпринимают чиновники и производители, чтобы препараты оставались доступными для граждан? Лекарства с конвейера предприятия отправляют почти в 30 стран мира. Сырье используют как отечественное, так и импортное. Раньше последние освобождали от уплаты НДС. Теперь ставка составляет 20%. Чтобы цены на лекарства не взлетели, на предприятии готовы работать над уменьшением себестоимости. И не только. От НДС освобождались и почти все импортные лекарства. Теперь нужно платить 10%. С 1 февраля некоторые аптеки поменяли ценники. Изменения связаны с интеграцией в рамках Евразийского экономического союза. Противовирусные препараты относятся к социально значимым, как и те, что применяются при лечении, например, сахарного диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы нововведения не ударили по кошельку белорусов, Минздрав предлагает компенсации. Если эти меры введут к концу года цены на лекарства, по прогнозам ведомства вырастут не больше, чем на 4,9%. Поднялись цены и в частных медицинских центрах. Сдать анализы, вылечить зубы, пройти необходимые исследования теперь будет дороже. А в некоторых клиниках увеличилась стоимость и консультации специалистов. В Министерстве здравоохранения отметили, что количество аптек в Беларуси растет, что говорит о высокой маржинальности в этой сфере. В рамках Евразийского экономического союза страны постепенно унифицируют импортные тарифы, это значит НДС и акцизные сборы. Кое-что мы уже унифицировали, кое-что предполагалось в этом году, в том числе и лекарства. Но моя точка зрения, что может быть в нынешней коронавирусной ситуации с этим и не надо бы спешить. Кладбище Роуз-Хилл в Калифорнии считается самым большим в Северной Америке. Его площадь превышает 566 гектаров. И с началом пандемии работа здесь прибавилась. Сотрудники стараются за всех сил, однако похороны задерживают уже примерно на месяц. Директор кладбища говорит, что в этот период атмосфера на похоронах особенно трагичная. Также, по словам директора, все церемонии стараются проводить лично, хотя есть опасность заражения. Также, по словам директора, работники кладбищ заслуживают такого же признания, как и медики. Со дня благодарения резко увеличился спрос на наши услуги. Почти в два раза. И с тех пор он не снижался. В Европейском Союзе ожидается рост продаж автомобилей в этом году. Пандемия COVID-19 привела здесь к резкому падению продаж. Но, согласно прогнозу Европейской ассоциации автопроизводителей, такое положение дел вскоре начнет меняться. Предполагается, что по сравнению с прошлым годом продажа автомобиля в Евросоюзе увеличится примерно на 10%. И это станет лишь первым шагом на пути выправления ситуации. При этом в первом квартале 2021 года негативные последствия пандемии по-прежнему будут сказываться. Но уже во втором квартале на автомобильном рынке начнется оживление. По мере выполнения программ вакцинации. В прошлом году в Евросоюзе рынок легковых автомобилей сократился почти на 23,7%. Было продано 9,9 млн машин на 3 млн меньше, чем годом ранее. При этом в автомобильной индустрии здесь занято прямо и косвенно 16,5 млн человек, что составляет более 6,5% всех рабочих мест в Евросоюзе. В бразильском городе Манаус благотворительная организация SOS Amazonas обеспечивает кислородными баллонами пациентов с COVID-19, которые лечатся дома. Сотни больных не могут лечь в больницу, поскольку все места заняты. Манаус – столица штата Амазонас, который сильно пострадал во время второй вспышки эпидемии. Здесь распространяется мутировавший вариант коронавируса. Специалисты считают, что он заразнее первоначального варианта, так же как новые штаммы Великобритании и Южной Африки. Сотрудники благотворительной организации поставляют семьям больных ковидом кислородные баллоны, средства индивидуальной защиты, лекарства и даже продукты. Чтобы получить помощь, достаточно позвонить в колл-центр благотворительной организации. В середине января больницы Манауса также столкнулись с нехваткой кислорода. Федеральное правительство было вынуждено направить в Манаус машины с кислородными баллонами из разных штатов страны. Сначала мы хотели помочь государственным больницам. Мы закупили медицинские принадлежности, респираторы, средства индивидуальной защиты для медиков. Но потом поняли, что у людей не осталось возможности лечь в больницу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова